К новостям региона. В Женаузине возобновилось строительство медицинского центра, которое находилось в режиме 100 почти 4 года. На сегодняшний день 60% работ завершено. Акимобластье посетил социально важный объект. Ознакомился с ходом строительства. Более подробно в следующем материале. Акимобластье Ералуток Жанов ознакомился с проектом медицинского центра и ходом строительных работ. По плану медицинский центр рассчитан на 190 койко-мест. Здесь будет открыто 8 отделений. Так, сегодня на приемный покой. Брюрлик, кардиохирургия, хирургия, 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 кардиология, зима, висорн. Своено? Нет. Да, это уже затруднено. Их, значит, это же хирургический медицинский, опероблогный лифт, пассажирский лифт и каталоксет, но полностью. Он учитывается в травматологическом отделении, и у нас жарок, и у нас жарок, и у нас жарок, на лейтен, и у нас жарок. И реанимация. Однако, по старому плану, медучреждение было рассчитано всего на 50 человек с объемом приема, 450 человек в смену. Дневной стационар поликлиники рассчитан на 20 терапевтических койко, еще 30 койко круглосуточно. В связи с падением цены на ней в 2015 году строительство было законсервировано. До сегодняшнего дня было освоено 1 миллиард 300 тысяч тенге. По словам строителей, новая больница будет соответствовать всем стандартам. В ходе ознакомления глава региона поручил начать продолжение строительства центра в течение месяца, а нефтяной компании – изыскать необходимые средства. Может быть, там другие какие-то схемы? Пути решения всегда можно найти. Так что ищите. Сколько времени нужно? Так, полностью. Где-то недели две-три. Недели две-три, давайте. Две недели. Что-то слишком много. Стоимость объекта более 4 миллиардов 200 миллионов тенге. Их планируется полностью освоить и вывести центр в эксплуатацию до конца 2020 года. Руслан Агаев, Айгирем Имамбаева, Каспиакпарад.